В День Святой Троицы жители Лиманского отметили храм села с привычным размахом и хорошим настроением. Разделить с ними праздник приехали многочисленные родственники и просто друзья села. День начался литургии в новой церкви, построенной два года назад при содействии благотворительного фонда урбанских придунавье. А потом развернулись спортивные баталии. В этот день молодежь села играла в волейбол, в футбол и, конечно, суровые лиманские парни встретились на борцовском ковре. Трынта собрала немало восхищенных болельщиков. Сила, смелость и решительность всегда были в Лиманском в большом почете. Пока шли жаркие баталии на борцовском ковре, развернулся не менее жаркий разговор о делах насущных. Поклонники кожаного мяча обратились к братьям Урбанским с просьбой построить в селе спортивную площадку для игры в мини-футбол. А далее разговор зашел о еще более наболевшей теме о ремонте дорог. В частности, Сергея Стамбулова интересовала, почему после сдачи в эксплуатацию новой объездной дороги вокруг Рени не приступили к ремонту старой объездной, проходившей по Моголе. И можно ли вообще верить политикам? Пять лет тому назад, когда вот мой брат, наша команда выступала и говорила, мы добьемся объездную трассу вокруг Рени. Никто не верил. Ну, никто же не верил. Правда? Правда. Она есть. Старая объездная дорога, мы добьемся, чтобы она в следующие пять лет была сделана нормально. Мы готовим, уже практически подготовлена проектно-сметная документация. И эту проектно-сметную документацию сейчас дождемся, когда выберется новая Верховная Рада. Я лично буду лоббировать выделение средств из государственного бюджета на ремонт старой объездной Ренинской дороги. Когда будет принят государственный бюджет, мы выбьем оттуда эти деньги. Но жители Ренинского района волнуют не только объемы работ, но и качество работ, в частности, проводимых в последнее время в городе Рени. Вот если я выделяю, чтобы мне делали какую-то работу, я контролирую эту работу. Правильно, потому что выделяешь свои собственные деньги. Ну да. А здесь же это тоже наши деньги. Не может быть государственные. Это наши. Наши налоги, наши все. Мы вместе должны Плехову в этом помогать. Приходите, там фоткать. Сейчас уже есть футбук. Фоткал, ему на странице написал, говорит, Игорь Викторович, халтура. Поверь мне, они это переделают. И переделают быстро. Но вернемся к нашим многострадальным дорогам. Ремонт трассы М-15 Одесса-Рени отнюдь не решил всех проблем. Галочку ставим. За пять лет мы ее выполним. Теперь следующие пять лет мы будем тратить свои усилия на то, что мы делали именно уже районные дороги, подъездные к селу. Когда едешь постоянно по этой дороге, ломаются и машины. Там вообще трусится, даже и мозг трусится по ней. Одно из самых главных вещей, которые сделала Верховная Рада, да, мы приняли закон о дорожном фонде. Я являюсь его соавтором. Раньше, когда у нас растамаживалось топливо или продавалось на заправках, собирался такой акцизный сбор. Вот. Этот акциз всегда уходил просто в госбюджет. И там уже затыкали им все дыры, которые нужно было заткнуть. Мы приняли закон о дорожном фонде. Что вот весь этот акциз попадает в дорожный фон и может тратиться только на дороги. Сначала там было написано на дороге государственного значения. Это вот трасса М-15, к примеру, Лениска, Объездная и там и так далее. Поступили там просьбы, требования, жалобы, да, что не хватает деньги на районные дороги, не хватает там на сельские и на городские. Мы сделали распределение. Большая часть идет на государственные все-таки дороги, на государственные значения. И там уже в меньших пропорциях идет районная, городская, сельская. Поэтому следующие пять лет наша задача связывать села хорошими дорогами уже вот с трассой М-15. И это касается и Лиманского, это касается и Плавни, и Котловины, и Новосельского. Ну вот повезло только Орловке, которая непосредственно на трассе стоит. В прошлом году, благодаря вот этой реформе, мы получили всего лишь на область 486 миллионов. 8,5 тысяч километров всего в Одесской области дорог. Ну что такое 486 миллионов? Ну да. В этом году мы получили полтора миллиарда, благодаря этой реформе. В следующем году мы получим 2 миллиарда 200, 2 миллиарда 500 миллионов гривен на ремонт этих всех дорог. Скажу вам, что 8,5 тысяч километров отремонтировать сразу нужно 55 миллиардов. Что будем мы делать? И мы знаем, как это делать. Из Дорожного фонда мы будем лоббировать интересы нашего округа для того, чтобы отремонтировать дороги. Могу сказать сразу, что в первую очередь эта дорога Котловина-Плавни-Новосельская, ваша дорога в этом году будет заложена в перспективный план ремонта дорог на следующий год. Нельзя построить страну одному человеку. Мы все вместе это и делаем. Поэтому никогда ни я, ни мой брат, ни кто-нибудь из нашей команды не говорит, это я сделал, это я сделал. Вы слышали когда-нибудь такое? Мы всегда говорим, сегодня с вами вместе открываем и так далее. Я хочу сказать, что это мы поставили церковь. Вместе и сообща всем миром. Мы почему с людьми всегда встречаемся и честно говорим? Потому что мы говорим правду. Как было 5 лет тому назад, когда мы приехали и сказали, мы сделаем школу, мы сделаем это, мы сделаем детский сад, мы отремонтируем это. Все это мы вместе сообща сделаем, люди тогда еще не верили. А сейчас мы заслужили самое главное, я считаю. Вот вся наша команда, все мы, это то, что когда мы говорим, нам верят. Тут благодаря вам последние 4 года видно, что делается хорошо, очень делается. Но в Лиманской нормальный кайф, церковь стоит очень красиво. Вы наша партия, вы люди, которые достойны жить так, как говорят с телевизора. А мы должны быть теми людьми, которые это должны воплощать в жизнь.